В работе президиума приняли участие представители профильных министерств, от которых собравшиеся хотели услышать конкретные предложения по модернизации системы ЖКХ. Законодатели интересовали планы правительства в вопросах проведения капитального ремонта, обеспечения детей-сирот жильем, предоставления многодетным семьям земельных участков, развития отрасли в целом. Особый акцент в обсуждении был сделан на проблему качества оказания услуг управляющими компаниями. Мы будем говорить о той системе организационных мер, которые должны позволить прежде всего каждому гражданину иметь гарантированную защиту на то, что те услуги, которые он получает, соответствуют стандарту высокого качества, а те средства, которые им перечисляются индивидуально, не плавятся в общем котле распределения неизвестно кому, а поступают целевым образом тем субъектам, которые и оказывают эту конкретную услугу. Ирина Ировая озвучила идею переложить оплату установки, переустановки и проверок приборов учета на ресурсоснабжающие организации. Сейчас эти расходы лежат на гражданах. Законодатели согласились с этим предложением, оформив соответствующий запрос в правительство. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис развил эту мысль дальше, сделав упорный переход к цифровым системам учета. Вопрос не только сейчас в том, чтобы поставить прибор учета. Вопрос в том, что нам нужны действительно, Николай Владимирович, интеллектуальные системы учета. Мы должны в онлайн режиме получать информацию об объеме потребления, качестве ресурсов и всех параметров. Это непростая задача. И мы точно ни в коем случае, я об этом сказал утром, не имеем права, переводя ЖКХ на цифровые рейсы, сказать, уважаемый потребитель, ты поставил прибор учета простой, а теперь заплати, что он был с передачи данных. Председатель законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев в своем выступлении также озвучил вопросы, связанные с деятельностью ресурсоснабжающих и управляющих компаний. В частности, он предложил ввести реальную ответственность за незаконное начисление оплаты коммунальных услуг. По статистике, половина всех обращений граждан по системе ЖКХ связана именно с проблемами по оплате квитанций. В подавляющем большинстве случаев факты нарушений компаниями подтверждаются. И вот эти незаконно начисленные средства возвращаются гражданам, но ответственности компании никакой за это не несут. Есть предложение, вот такой, может быть, кардинальный метод попробовать, внести административную ответственность компании в пользу обманутых граждан в размере 50% от незаконно начисленных сумм. Сразу порядок наведем, мгновенно. Владимир Киселев предложил также значительно увеличить штрафы за некачественное обеспечение граждан коммунальными услугами. Сейчас они составляют от 5 до 10 тысяч рублей на юридическое лицо и от 500 до 1000 рублей на физическое. Учитывая, что оборот средств в компаниях в сотни, а то и в тысячи раз выше, нынешние суммы штрафа скорее формальные.